В Азбесте стартовала акция «Аллея жизни». Теперь каждая из бестовест получает возможность посадить свое дерево в момент рождения своего ребенка. «Аллея жизни» – это место, где любой горожанин может реализовать значительную символическую часть традиционного жизненного цикла – посадить дерево, воспитать сына и построить дом. В честь открытия мероприятия был организован праздничный концерт. Возможность появилась у тех горожан, кто уже успел родить ребенка в 2013 или 2014 году. Сегодня вы сможете посадить свое фамильное дерево здесь, на «Аллее жизни». И этим самым мы сделаем наш город Азбест еще красивее, еще краше, еще солнечнее и радостнее. Территория для парковой зоны «Аллея жизни» – это участок земли между торговым центром «Кировский» и городским парком аттракционов, в которое выделена администрация с Бестовского городского округа. У нас сегодня с вами праздник. Праздник мы открываем новое место в городе, памятное место, называемое красивым названием «Аллея жизни». Оно несет в себе двоякий смысл. Во-первых, для чего эта аллея? Ее высаживать будут те родители, у кого родились маленькие дети в этом году. Это, во-первых, экология, улучшение экологии, то есть новые деревья появятся в городе. Во-вторых, это красивое место будет, благоустроенное со скамеечками, люди могут отдыхать, ходить. Ну а в-третьих, это имеет и патриотическое воспитание. То есть те, в честь кого высажены деревья, вернутся в город наш 20 лет, 30 спустя, у них будет память о том, что в честь их высажено это дерево. И, возможно, кто-то останется в этом городе. Любовь к малой родине. Поэтому сегодня действительно праздник. Я всех поздравляю с этим праздником. Желаю успехов, процветания, радости в жизни и здоровья. Поздравить горожан с запуском акции «Аллея жизни» прибыл председатель общественной палаты Сбестовского городского округа Валерий Лапин. Я всех прошу вас, давайте с каждым днём стремиться к тому, чтобы наш город был краше. Потому что сегодня едешь по городу, ну, дома не в том виде, в каком они были в 60-70-х годах. Но деревья распустились, они спрятали вот этот вот не очень красивый вид. Поэтому с праздником вас и дальше давайте продолжать будем вот эти мероприятия. В момент регистрации ребёнка как гражданина своей родины каждый родитель получает от города символический подарок – дерево и место на «Аллее жизни», на котором это дерево может быть посажено лично родителям. Одним из организаторов проекта выступил фонд «Возможность». Главная идея сегодняшнего проекта – это всё-таки воспитание наших новых молодых детей, которые будут однажды жить здесь и любить свой город, ухаживать за своим городом. И это одна из главных мыслей сегодняшнего нашего проекта. Что хочется сказать? Хочется, чтобы у нас была надежда, что этот проект станет доброй традицией в нашем городе. И мы вместе с вами будем видеть, как эта «Аллея жизни», эти деревья будут расцветать вместе с нашими малышами. На мероприятии собралось более ста человек. Попов Павел пришёл на акцию вместе с своим новорождённым ребёнком. По его словам, проводя такие акции, город становится красивее и культурнее. Я пришёл посмотреть, как будут посажены деревья на «Аллее жизни», чтобы через 20 лет прийти с ребёнком, сказать, вот, я помню тот день, смотри, какие они большие уже. После торжественной части участники принялись за посадку деревьев. По заявкам горожан было предоставлено всё необходимое – инструмент, почва и саженцы. Я считаю, что это прекрасный праздник, это прекрасное место, как раз в центре города, можно сказать, где каждый может приходить во всякое время, во всякое, свободно или просто отдохнуть. А тем более навестить своё дерево, где посажено своими руками. Поэтому праздник, я считаю, что прекрасно и вовремя сделанный. Акция «Аллея жизни» станет новым семейным праздником в городе, который будет проводиться дважды в год, весной и осенью. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.